Приветствую вас на моем канале, меня зовут Юлия. Сегодня создам полку, прототип которой вы видите на экране. А также пошагово покажу самый простой способ соединения двух деталей на саморезы. В следующих видео расскажу о косом шурупе и соединении на шкантах. Поэтому подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. А я начинаю. Как вы уже поняли, я собираюсь создать стильную и лаконичную настенную полку. Делать ее буду из сосны. Для этого взяла брус 4х3 см и доску 12х2 см. Конечно, ни одна столярная работа не обходится без рулетки и карандаша. Высота полки будет 55 см, а ширина 40 см. Отмерили. Линию реза с помощью угольничка провели и вперед распиливать детали. Чем пилить, выбирать вам. Я долгое время пилила обычной ручной ножовкой. Пусть долго, но процесс шел. Теперь освоила дисковую пилу. Пилю ею, не нарадуясь. Потихонечку коплю на торцовку. Кстати, линия реза должна быть максимально ровной и прямой, чтобы изделие не перекосило. Поэтому в качестве направляющей при распили можно использовать все тот же угольник. Спешить нам некуда. Отпилили горизонтальные детали. Следом за ними отмерили и распилили вертикальные. Напомню, что цель видео не только сделать полку, но и на ее примере пошагово рассказать о самом простом способе соединения двух деталей на саморезы. Кто-то скажет, ой, нашла о чем рассказывать, бери саморезы с шуруповертом и скручивай ди лофта. Пусть так и все же есть пара небольших нюансов. Очень важных, особенно для тех, кто хочет, чтобы получилось красиво и аккуратно. А также для тех, кто соединяет детали в первый раз. Так, я разложила детали рамки, так как я хочу их в будущем скрепить. Замерила толщину бруса и сделала отметки на соседних брусках, на тех, которые я буду просверливать. С помощью угольника через эти отметки провела прямую линию, а затем две диагонали. Если вы хотите упростить себе работу, можно просверлить одно отверстие в точке пересечения диагоналей. Но для надежности и прочности лучше просверлить два отверстия, отойдя от центра на небольшое расстояние. Ускорить процесс можно втянуть две детали струбцины и просверливать их вместе. Просверливать нужно для того, чтобы брус или доска не лопнули при вкручивании саморезов. Диаметр сверла должен быть не больше диаметра шляпки самореза, чтобы саморез не проваливался в отверстие. Естественно, все эти объяснения станут более понятными, когда вы примените полученную информацию на практике, сделав одно, два или больше изделий. Чтобы шляпка самореза не торчала, можно отверстие прозенковать. Для этих целей я использую зенкер. В продаже есть сверла с зенкерной головкой. Используя их, вы ускоряете и прощаете себе работу. Естественно, все инструменты, если покупать их за раз, то пойдутся вам в копеечку. Не спешите скупить весь строительный магазин. Совершенствуйтесь от изделия к изделию. Докупаю что-либо по необходимости. Итак, отверстия просверлены и прозенкованы. Можно скреплять детали саморезами. Чтобы бруски не съезжали друг относительно друга, зажмите их струбцинами. Можно детали прижать руками или коленом, кто как приспосабливается. Мне удобно использовать для этих целей струбцины. Многим не нравится, что шляпки саморезов остаются видны. Если вы из таких, то вот вам решение. Зашпаклюйте отверстия или закройте их шкантом. И не забывайте проверять углы на 90 градусов, иначе есть шанс, что рамку может перекосить. Используйте угольник по максимуму. Напомню, как выглядит полка, которую я струю. Помимо бруса, в ней есть еще и доска. Не забудьте просверлить и прозенковать для нее отверстия. Также нужны отверстия, чтобы повесить полку на стену, поэтому подготовьте их. Как бы тщательно я не выбирала брус и доску, в них все равно есть небольшие погрешности. Идеально прямыми мне их найти не удается. За отсутствием рейсмуса приходится довольствоваться тем, что есть, и вышлифовывать какие-то неровности и перепады. Кстати, после покупки шуруповерта, следующим приобретением была шлифмашина. До ее покупки довольствовалась шлифгубками. Пока я шлифую, у вас есть время подписаться на мой канал и поставить лайк. Подписывайтесь на моем канале, вы найдете много интересной и полезной для себя информации. Так незаметно для себя мы подобрались к колировке. Раму я покрываю сначала морилкой. Она не придает дереву никаких защитных свойств, а только тонирует его. Поэтому после того, как морилка впитается, вторым слоем нанесу защитный воск. Доску я решила оставить в ее первозданном цвете, поэтому не колерую, а сразу натираю воском. Чтобы не ждать, когда высохнет одна сторона, а потом тратить время на нанесение морилки на вторую сторону, подвешиваю раму на длинные саморезы и крашу сразу с двух сторон. Осталось дождаться, когда все слои высохнут, соединить доску с рамой и повесить полку на стену. Что ж, вот такая полка у меня получилась. Надеюсь, видео было для вас интересным и полезным. Если это так, ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо вам за просмотр. Хорошего дня!